Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогер Мэм. Сразу давайте вот так вот, не переживайте, если у вас не работает инстаграм, ватсап, фейсбук, что-то еще, приложение, в общем, какое-то перестало работать, да? Ничего страшного в этом нет, скоро все наладится. Мы с вами сейчас попробуем помочь этому наладиться и поговорим вообще, что происходит, да? И как решить эту проблему, постараться самим здесь и сейчас. Давайте с вами непосредственно приступим к этой волнующей, скорее всего, вас, тему. Я рекомендую вам поставить лайк, чтобы стоял, чтобы у вас, ребят, стоял, чтобы у меня стоял, чтобы у нас у всех с вами стоял. Ну, это очень важно, действительно, лайк должен стоять, ребят. Спасибо за взаимность, за общую заботу. Во-первых, перед тем, как приступить, я рекомендую вам сделать следующее. Извлеките свой телефон из чехла. Ну, или чехол из телефона, да? Соответственно. Смотрите, как я рекомендую вам сделать. Сперва посмотрите один раз это видео, ничего не делайте. А потом вместе со мной делайте второй раз, смотрите, да? Потому что так будет намного эффективнее. Вы, ну, тут нельзя запутаться, лучше не путаться тут. А мы с вами отправляемся в настройки и беремся за лупу, ребят. Ищем лупу и беремся за лупу. Вот она, видите? Можете пролистать в самый верх. Она у вас, скорее всего, будет тут. Здесь мы с вами пишем приложение. Приложение. И здесь у нас будут, соответственно, все приложения, которые у нас есть. А в правом верхнем углу можем посмотреть, соответственно, все ли так или нет, да? Найдите то приложение, которое у вас не работает. Да, что мы с вами делаем? Давайте я вам объясню все-таки, чтобы вы не просто делали, а понимали, да? Вот беремся еще раз за лупу и пишем, допустим, Инстаграм. Что мы с вами делаем? Мы с вами стараемся решить проблему нашего приложения. Потому что не всегда, да не у всех, скажем, проблема связана с глобальным сбоем, который сейчас, скорее всего, может происходить, судя по некоторых ситуациях, новостям, да? По этой теме. Все-таки у некоторых людей еще и может происходить сбой самого приложения, именно не из-за сервера по ту сторону, а прямо вот на вашем телефоне. Так что, в принципе, не у всех одна и та же ситуация, потому давайте решать. Мы что с вами делать можем, да? Мы с вами можем нажать удалить, удалить приложение. Нам это не нужно. Остановить, открыть память, очистить кэш. Очищаем кэш, ребят. Смотрите, что такое кэш, да? Если у вас ошибка какая в приложении задалась, каждый раз теперь телефон, когда отправляет куда, запрос в кэш-память, он видит эту ошибку, даже если ошибки уже нет. Потому даже когда ситуация наладилась уже на серверах, да? А у вас все равно телефон не заходит, соответственно, да, в приложение. Потому что нужно очистить кэш. Очистить данные. Вот это вот уже может быть опасно. Но, в принципе, это тоже может быть опасно в некоторых ситуациях. Потому напишите мне в комментариях модели бренда свой телефона. Я помогу лично вам, подскажу, как исправить эту проблему безопасно, да? Можно ли вам очищать кэш. Смотрите, вот так вот делаем с каждым. Вот, смотрите, идем в зад, да? И беремся за лупу. И ищем следующее приложение, которое не работает. И делаем так с каждым приложением, которое у нас не работает. После этого выходим отсюда. И здесь у нас есть возможность сделать сброс всего кэша на телефоне практически, да? В некоторых ситуациях сброс фоновых процессов, сброс оперативной памяти. Ну, то, что в ней находится, да, в некоторых случаях. Чтобы ручками все не делать, а быстренько, что мы делаем? Зажимаем, ребят, кнопку включения-выключения. И кнопку регулировки громкости вниз. Вот так вот зажимаем и держим. До тех пор, пока телефон не выключится. Когда он выключился, мы отпускаем эти кнопки. И у нас, соответственно, телефон просто перезагружается, ну, именно принудительно. Таким способом он очищает кэш в некоторых ситуациях. И, ну, в принципе, проблема может решиться. Конечно, глобальным способом решения данной проблемы является удаление приложения и установка по новой из плей-маркета, либо из интернета, именно предыдущей версии. Есть, ребят, способы решить эту проблему, чтобы приложение снова работало. Если вас интересует эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Блогер Майонез, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Обязательно, обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, ребят. А я с вами прощаюсь ненадолго. Мы с вами скоро увидимся. Желаю вам всех благ, всего самого отличного, хорошего настроения. Удачи и до скорого, друзья мои. Пока-пока.